Иерсениоз. Другое название – псевдотуберкулез. Остроинфекционные заболевания. Вызывает лихорадку, интоксикацию, сыпь и поражение печени. Источник инфекции – мелкие грызуны. Заболевание действительно должно лечиться своевременно. Иначе развивается осложнение. И осложнение, как я сказала, достаточно серьезное. То есть поражением сердца, с поражением печени, дальше почек, и вообще общего состояния ребенка. Поэтому, да, это может закончиться летально. Салат из свежей капусты и моркови. Это блюдо детям давали на обед. Через час после еды у них поднялась температура. Через полтора началась рвота. Свежие фрукты и овощи. Именно они могут стать источником иерсениоза. Крысы живут на продуктовых базах и рынках. Бегают по ящикам с овощами и переносят инфекции. Зараженную капусту и морковь повара купили на рынке. Вот в этой палатке, около входа. Были нарушены условия хранения овощей. Не обеспечена грызунная непроницаемость объектов. То есть имели следы пребывания грызунов. Не проводилась своевременная зачистка овощей от гнили. Капуста должна регулярно осматриваться, удаляться с загнившей листья. Ну, то есть происходило накопление возбудителя. Ларек принадлежал частным предпринимателям Юсифову и Рузибоеву. Его закрыли через неделю после отравления. Юсифову и Рузибоеву запретили торговать овощами. Мы побывали на Красноярском рынке. И выяснили, Ларек продолжает работать. Здесь по-прежнему продают капусту и морковь. Вот есть такие люди Юсифов и Рузибоев у вас тут? Есть такие люди. Есть. И они сейчас есть? Да, арендаторы наши. А что они продают? Они продают овощи, фрукты. Мешки с овощами валяются прямо на полу. Мышеловок как не было, так и нет. Капуста и морковь лежат в перемешку с досками и мусором. Такая же картина в соседней палатке и в палатке напротив. Были проведены на рынках проверки всех торговцев, которые вот плодо-овощной продукции торговали. И пришлось констатировать, что очень многие из них производят продажу продукции без соответствующих документов, свидетельствующих о надлежащем качестве. Закрыть рынок не может ни Россельхознадзор, ни прокуратура. У них нет таких полномочий. Торговцам просто выписывают штраф. Две тысячи рублей. Им выгоднее один раз заплатить, чем оборудовать палатки мышеловками и ящиками для хранения овощей. А значит морковь и капуста, которую вы купили на рынке, вполне может быть заражена иерсиниозом. Положите овощи на 10 минут в слабый раствор уксуса или соли. Потом ополосните водой. После такой обработки бактерии иерсиниоза погибнут.